Дорогие коллеги, с 1997 года по указу президента страны Нурсултана Назарбаева ежегодно 31 мая отмечается День памяти жертв политических репрессий в Казахстане. Для Казахстана эта дата имеет особое значение. Наша республика стала местом депортации для многих миллионов советских граждан. В результате жесткой политики по выявлению врагов народа страдали не только репрессированные, но и их близкие. В Казахстане было репрессировано более 103 тысяч человек и расстреляно свыше 25 тысяч. Среди них были известные представители интеллигенции, видные деятели науки, культуры и искусства. В этой связи по поручению президента страны с 2010 года Ассамблея народа Казахстана возглавила процесс сохранения исторической памяти. Более подробно о ходе реализации проекта АНК «Память во имя будущего» нам расскажут. Секретарь научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, заведующая кафедрой политической стратегии государства, Национальной школы государственной политики, Академии государственного управления при президенте Казахстана, Наталья Павловна Калашникова, научный руководитель исследовательского центра, член-корреспондент Национальной академии науки Республики Казахстан, Нурлан Орунбасарович Дулатбеков и председатель клуба «Астана-Байтирик» Тамара Ивановна Лавриенко. Мы благодарим вас за участие в нашем брифинге. И, Наталья Павловна, пожалуйста, я передаю вам слово. Позвольте нам сегодняшнюю встречу открыть. На предыдущих брифингах мы, вернее, вы задавали вопросы о том, какую работу по сохранению исторической памяти проводит Ассамблея народа Казахстана. И сегодня, пользуясь случаем, мы сегодня вот такой небольшой командой решили поделиться тем, что делает Ассамблея народа Казахстана в этом плане. Сегодня Булат сказал о том, что одним из первых указов на постсоветском пространстве президентом Нурсултана Бишевичем Назарбаевым издан указ об учреждении 31 мая, днем памяти жертв политических репрессий. И мне бы хотелось еще сказать об одном очень важном документе, указе в то сложное время, 1993 год, когда глава государства издает указ о реабилитации жертв политических репрессий. Это, пожалуй, были два важнейших документа, которые позволяют сегодня разворачивать ту огромную, очень кропотливую работу по сохранению исторической памяти. Да, действительно, в 2010 году Ассамблея народа Казахстана инициировала, на наш взгляд, уникальный проект «Память своя имя будущего». И в этом году, в преддверии этого дня, в Семипалатинске пройдут довольно на высоком уровне с участием международных экспертов, международный форум «Память своя имя будущего». Уникальность еще и заключается в том, что в 2010 году именно Ассамблея инициировала первый форум историков на постсоветском пространстве, и этот форум состоялся на базе Евразийского национального университета. На наш взгляд, это является принципиальным значением, поскольку, собравшись, историки определили подходы к пониманию той очень сложнейшей эпохи истории каждого государства по сохранению памяти жертв политических репрессий. Как сегодня сказал наш уважаемый Булат, действительно в Казахстане, значит, в период с 1937 по 1957 годы было депортировано, репрессировано большое количество нашей интеллигенции, почему я не называю эти цифры, поскольку у эксориков, архивистов, экспертов, они разнятся, но то, что они имеют масштабность, это очевидно. С того момента, как только мы приступили к реализации этого проекта, мы провели определенную ревизию всех научных исследований, которые проводятся под эгидой ассамблеи, значит, академическая общественность в регионах, и убедились в том, что эта очень важнейшая работа имела место. Конечно, с 2010 года это был новый импульс, поскольку представители десяти государств, они были приняты главой государства, нашултан Абишевичем Назарбаевым, это представители той интеллигенции потомки, чьи, значит, отцы, матери, деды, конечно, пострадали в этот жестокий, значит, период, и наши ученые, которые сегодня здесь присутствуют, это называют определенным молохом, поскольку они подпали под этот молох репрессий, жесточайших условий, в которые они находились. Мне бы хотелось сегодня рассказать о том, что, значит, у нас принимают участие и общественность, представители общественности, научной, женской общественности, сказать еще раз о том, что с 2010 года этот проект оброс совершенно новым наполнением содержательным. В чем он заключался? Это, конечно же, не, значит, проводить какую-то экспертизу или обвинять те или иные государства или тех или иных лидеров. Позиция нашего главы государства, чтобы помнить, чтобы истоки толерантности, которые заложены в этом проекте, в этом подходе государственной политики, они, конечно же, развивались и получали и научное, и общественное наполнение. И в этой связи я хотела бы сказать, что тот проект, который будет реализован в Семипалатинске, он всецело поддержан главой государства, и уже поменялись несколько подходов. В Семипалатинске это международный проект «Память во имя будущего», и, конечно же, будет международная научно-практическая конференция, философское прочтение Алла-Шарде, их идей, уже в контексте толерантности, государственности и поиска объединительных и консолидирующих идей. Пользуясь случаем, мне бы хотелось сейчас пригласить к разговору, вы сегодня уже в холле видели, замечательного человека, ученого, доктора юридических наук, профессора, который задолго 2010 года в инициативном порядке со своей группой исследователей и ученых начали поисковые работы. Сначала это был, безусловно, поиск Карлага, его истоков, его истории, его значения. Затем он, как я уже говорила, обрастался новыми-новыми идеями. И еще мне бы хотелось сказать, что и женская, и молодежная общественность, она всецело с 2010 года поддерживает эту идею. Поэтому появляются новые поисковые организации. Женщины вносят свой вклад в продвижение этого проекта. И в Симпалатинске это будет уже пятый проект памяти во имя будущего, который зародился в Казахстане, и уже сегодня имеет колоссальное международное значение. Итак, мне бы хотелось автору многих проектов по изданию исторических, публицистических, поэтических трудов, которые сегодня были, Нурлану Аренбасарычу представить слово. Спасибо, Наталья Павловна. 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 Наталья Павловна. Наталья Павловна. Наталья Павловна. И в этой связи в семье заявили участвовать в международной научно-практической конференции, в международном форуме. Ученый мир из России, Монголии, Китая откликнулись и сами выходили из экрекретариата, ассамблеи, в оргкомитет, посольства Польши, представители архивов Украины, посольства Арабских, Объединенных Арабских Эмиратов. То есть эти идеи мира, консолидации, толерантности, они сегодня в этом очень сложном мире волнуют все мировое сообщество. И в канон вот этих мероприятий, поэтому высокое уважение и взоры обращены на Казахстан. Пожалуйста, представьте своих гостей. Да, жерде, енді біздің үлкен жұмыстарымыз 10-15 катаптышы ғару тек қана бір-ек адамның шамасынан келмет. Мен осы жерде біздің жұмыстобын көрсетіпін келі ботір. Міна біріңға қатарда отырған менің әріптестердім. Профессор Жумаделева, аға-уқтушы Баймурэнов, доцент Жунусовы. Тағы да біздің бірнеше авторларымыз бар. У нас авторы не только здесь, в Казахстане живут, но и за пределами нашего государства. Одним из таких авторов является Попов Юрий Григорьевич, который проживает в Санкт-Петербурге, но у нас связи поддерживаются через интернет, и несколько работ им было написано. Одним из наших авторов, наших книг является по японским военнопленным Катасонова Елена. Каждый день мы переписываемся. Елена Катасонова была автором книги «Японская военнопленная в СССР». Мы развили эту тему и написали большую монографию японской военнопленной в Казахстане. Вы знаете, что после Второй мировой войны около 800 тысяч военнопленных оказались на территории СССР, а из них львиная доля, порядка 58 тысяч, оказались в Казахстане. И мы по просьбе наших японских коллег выполнили работу японской военнопленной в Казахстане, в Карагандинской области при поддержке Ассамблеи народа Казахстана. Наталья Павловна, этот процесс вы знаете. И она была презентована в Японии в прошлом году, в это же время, и вызвала огромный интерес у наших. Ну, частности, шедругий книги, об этом не буду говорить сейчас. Ен алдыменен, мен бір айтып кететінім, нау Казахстан, біздің Карлақтын территориясы, Францияның территориясында ойынды. Соның жәнде, қаншама лагерлер болды, қаншама жаңағы жұлттар, қиыншылықтарды көрді. Бірақ, біздің бір бақтанатынымыз, қаншама сол зұлмат, сонда и бірлкен зомбылық болғанымен, біздің қанымызда, біздің жүрегімізді солардың бірді қалмаған. Тек қана мерімділік, тек қана жаңағы жұртқа деген толеранттық қатына. Сондықтан да, біздің қалқымыздың, осында Қазақстанда тұрбатық барлық қалқтарының бойында осы қасиет, бізді өте ғылыми түрдеді және жай адамы ретінде таңдандыраты. Барлық жұмыстарымызда біз ұлымат тұралы, қиынтықтар тұралы жазып отыратын болатын бұл сақты, кітаптарымыздың өн бойында сол біздің осы адамгершілік қасиеттері, сөречілердің, ақымдардың, барлығының, осы жерде болған адамдардың қаншыма, атақтадымдардың барлығының, солардың мемуарларында, анимесе сөздерінде, пікірлерінде, біздің қазақстанға деген және осы қазақстанға үлкен қалқтың атналы ұтырған, біздің қалқымыз үшін үлкен ұлықстарың білдірі ұтырғаны бізді өте қатты қонтат. Спасибо огромное. А я, наверное. Я сейчас от слова предоставлю. Я бы хотелось еще раз подчеркнуть, что помимо академической общественности проекту уделено очень пристальное внимание общественности. И в данном случае мне хотелось сейчас председателю женского клуба «Астана Байтирек» предоставить Тамару Иваны Лавриненко, но прежде всего показать небольшую нашу первую работу, которая в 2010 году была издана, с участием представителей 12 зарубежных государств. Это первый труд. И он, конечно, основывался на истории лагеря жен-изменников Родины, Алжир. И в этом ключе как раз женская общественность сыграла огромную роль. Она не только поддержала этот проект, но мы вместе с клубом «Астана Байтирек» век его развиваем. И почему именно Алжир стал правной точкой и интересом женской общественности? Поскольку по всем архивным документам и материалам представительницы 62 национальностей отбывали в различное время наказание в этом лагере. Поэтому для нас было небезынтересно изучить их судьбу, изучить то, что же их двигало и как они выжили в этих сложнейших, суровых временах. Пожалуйста, Тамара Ивановна. Ну вот я в продолжении Нурлана Радбасырнича хочу сказать, что вот эту инициативу Ассамблеи народа Казахстана, как мы поддержали, когда по поручению президента Нурландович Назарбаева сделали мемориальный комплекс музей Алжир, Акмолинский лагерь жен-изменников Родины и назначена была директором наша подруга, естественно, мы в эту тему вникли. И чем больше мы знакомились с материалами, с судьбами женщин, которые, наверное, тяжелее ложки в руках ничего не держали и оказались в этих ужасных условиях, то не могли остаться равнодушными и подхватили, попросились даже в Ассамблею народов Казахстана участвовать в этом проекте. И чем больше мы участвуем, вот уже пять лет, чем больше мы узнаем, ездим по городам Казахстана, где были лагеря репестированных, тем больше в души, наше сердце этот вопрос проникает, и мы уже живем этим проектом. Нашему клубу уже больше десяти лет, и пять лет мы сотрудничаем с Ассамблеей народа Казахстана. Первая наша поездка в Алшир, вот все, наверное, там были и видели, когда стена за музеем вся испещрена мелко фамилиями, это никого не оставляет равнодушными. Это вызывает такую боль в сердце, такую щемящую гроздь, сколько было жертв принесено, непонятно за что. И когда мы начали этот проект, поехали, сделали второй автопробег, женский автопробег Алжир-Карлак. Нас встречали по дороге, было много бесед, но когда мы туда приехали, настроение, когда мы увидели это здание восстановленное, серп и молот, и сколько там было пролито крови, настроение было очень тяжелое, поверьте. Но невозможно было и не заниматься этим, потому что память должна набатом греметь в наших сердцах. Без прошлого, без сохранения этой памяти, ну, наверное, невозможно построить прекрасное будущее. Надо помнить о плохом, чтобы дальше было все хорошее. Потом мы поехали в Талдыкурган на место первого поселения репрессированных каейцев. Когда мы ехали по степи, и нигде рядом не было никакого населенного пункта, и доехали до точки, где были высажены люди, поверьте мне, ни у кого не было возможности даже общаться и разговаривать, оказаться глубокой осенью, в снегу, и нигде нет огонька тёплого. Наверное, и это надо помнить. Мы тогда повезли, мы хотели какую-то, сделать такую памятную поездку в Музее современного искусства, очень большой запасник картин репрессированных художников. В Караганде очень большой архив этих художников. Мы подготовили фотокопии, но по размерам оригиналов. И это выглядело настолько естественно, как будто бы мы привезли все картины с архивов, столько внимания, и что больше всего нам понравилось, что было очень много школьников на этой выставке, с каким интересом они на это смотрели, как они об этом расспрашивали. Поездка в Чемкент была, с ассамблеей нами принято участие, и сейчас мы готовимся в Семипалатинск. Ассамблея – это весь народ Казахстана. И то, что мы не смогли остаться в стороне, наверное, это волнует всех, и мы, как частичка ассамблеи, частичка нашего всего народа, хотим привлечь внимание будущего поколения. Мы об этом говорим дома, мы об этом говорим на работе, мы об этом слышат наши дети, внуки. И чем больше мы будем об этом говорить, тем, наверное, меньше будет плохого в нашем мире. Я еще дополнила, именно по инициативе этнокультурных объединений, именно в этом урочище, недалеко Уштобе, был на средства общественности открыт закладка камня будущего монумента под названием «Казахов Канамын Алгас». Это дань уважения казахам, которые приняли на себя ту боль и те проблемы. И мне бы хотелось сказать, что именно вот в этой книге одна замечательная, теперь уже живущая и за границей в Германии, и общающаясь с женщинами Казахстана, она написала очень интересную поэму «Курт. Драгоценный камень». По этому произведению наш казахский драматический театр поставил, на наш взгляд, очень достоверный, очень теплый, неформальный спектакль. И, наверное, суть всех этих действий заключается в том, что этнокультурное объединение, те люди, которые сегодня проживают за границей, и вы помните, как на сессии Ассамблеи народа Казахстана выступала Дарья Виолина со своим новым фильмом, где ключевое место занимает глава государства инициативы Казахстана по сохранению исторической памяти. Поэтому я полностью поддерживаю Тамару Иванову, участвуя уже пять лет в этих мероприятиях. Даже сегодня, подходя к этим книгам, Нурлан Арбасович не сказал об той уникальной книге, и ее сегодня здесь нет, но она имеет место жить. Эта книга «Казахстан нас объединяет», где собраны все письма семьям, детям, женщин, и те зарисовки и картины, воспоминания, рисунки, которые были с любовью авторами собраны, потому как они несли действительно глубокие философские смыслы. Дарья Виолинаның ана жолы эздеріңізге белгіл үлкен сессияда сөз сөйледі. Сонда елбасын қолынан осы халқаралық қатынастарды және осы халықтар достықынды қайтыудағы еңбейгі үшін бірлік медалімен марапатталған болатын. Сол кешпеткеннен кейін біз Дарья мен жолдастық достық қатынастымыз бірнеші жылдың жүзінде айтат. Мен әжемді осы жерге лагриғалық келген кезде үлкен вагоменалық осында үлкен азап көрбет. Мен осыл Ақмола жеріне келіп елбасы президенттің қолынан үлкен медалі алып отырым. Мен бүгінгі күндердің мен кеше күнінің арасында ғайрымашылық осындай болып табы үлкен толпуға соды бір өзінің соды бір үлкен бізге деген Қазақстанға деген махаватын айтып жатыршында да сол наубетшылдардың үлкен қиыншылығын көрбен әжес туралы филим келіп сүріп осында бүкіл ресейде басқа елдерге көрсеткен бұл филим ертен семейдегі үлкен үш жарада сол филимнің тағдат сау кесері болады. Рахмет, уважаемые коллеги, мы переходим ко второй части нашего брифинга непосредственно к самим вопросам. Пожалуйста, подходите, задавайте интересующие вас вопросы. Здравствуйте, Герем Тукушева, информационное агентство Бенюс. Наталья Павловна, вы сегодня рассказали о регионах, в которых на международном уровне реализуется проект «Память во имя будущего». Не могли бы вы подробнее рассказать, почему такая география и в связи с чем в этом году данный проект будет проходить в городе Семей? Спасибо. Спасибо. За вопрос он действительно очень интересен. Вот когда Нурлан Ааран Басарыч говорил, что это была определенная территория Карлак, но она имела 15 лагерей по всей территории Казахстана, то есть как бы подразделение этого Карлака. И задача наших исследователей и, значит, членов научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана на месте этих лагерей и осуществить проект «Память во имя будущего». В этом году Семей это, конечно же, интереснейшая история, поскольку в рамках этого проекта мы хотели сфокусировать внимание именно еще на одной теме, даже не одной, а двух темах. Это, конечно же, философия, глубокая философия «Алашардинцев». И в этом ключе в Восточном Казахстане есть уникальные труды и разработки. Одно из них я хотела бы вам привести. Это Абай и Алашарда. То есть исследователи находили именно те объединительные факторы, те объединяющие концепты, те объединяющие вещи, которые и отличаются Казахстан. Своей особой толерантностью, своим особым подходом к изучению истории. И второе направление, которое будет именно в Семей, это на базе университета, государственного университета Мишакерема. Это тоже было не случайно выбрано учебное заведение, имеющее свою историю, имеющее свои музеи, имеющее достаточное количество интереснейших научных исследований. И вторая часть, которая сегодня не может не волновать, это тема последствий голодомора, тема, будем так говорить, массового ухода из Казахстана для того, чтобы каким-то образом выжить. Эта тема также является ключевой в научно-экспертном сообществе. И в этой связи мне хотелось показать буквально три фильма, которые мы в инициативном порядке также сделали. Это документальный фильм «Депортация народа в Казахстан» 30-е и 50-е годы «Общность истории». Казалось бы, на первый взгляд, неказистый диск, но впервые в форме устной истории здесь взяты интервью, а их более 150 интервью за рубежом тех, какое отношение к депортации и что сделал Казахстан для того, чтобы они могли выжить. И еще один фильм, это как раз посвящен Алашардинцам. Этот фильм имеет сейчас за рубежом, и у нас в Казахстане, и мы планируем его показать на нашей конференции. Это философия Алашардинцев глазами казахов, проживающих за рубежом. Колоссальнейший фильм, и он, я еще раз скажу, что это сделан при поддержке Фонда национального благосостояния Самрук Казана и нашими исследователями из научно-исследовательского центра общественное мнение, вот группа ученых во главе с Батагёс Ракишевой со мной вот именно сделала такой впервые возродившую традицию в форме устной истории. Этот фильм создан. И еще фильм, который называется «Вера». Это все фильмы «Ассамблея народа Казахстана». Это настолько теплая картина, которая рассказывает о тех сложнейших годах, когда были в товарнике привезены народы Кавказа в Казахстан, и каким образом казахи смогли согреть, обогреть, поделиться куском хлеба. И уже повзрослевшие эти люди сохранили дружбу и уважительное отношение друг к другу, и они встречаются у каждого в гостях и в трудную, и в хорошую минуту. Поэтому вот те короткие вещи, они как раз говорят о той географии. Следующие, последующие, я так думаю, что, значит, это будут другие регионы. Мы будем вырабатывать на этом международном форуме какие будут предложения, какой сейчас потенциал задействовать. Но я еще раз повторяю, не имея никаких специальных поручений, научная общественность, именно общественность вместе с этнокультурными объединениями регионов сегодня проводит огромную работу по архивам, по изданиям, по возрождениям тех или иных объединительных традиций. Вот сегодня Тамара Ивановна скромно не назвала, а сам клуб «Астана-Байтирек» это уже движение голубых платочков. Цвет флага Казахстана, который носят на всех проектах эти женщины, и под названием этот проект «Память». Вот такие безусловно планы Ассамблеи по сохранению исторической памяти. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Алена Кузов, газета «Вечерняя Астана». Вопрос у меня, наверное, к Наталье Павловне. Как зародилась вообще идея именно международного проекта АНК «Память во имя будущего»? Я хотела бы сказать, что, значит, как только в 2008 году, в 2009 году был создан научно-экспертный совет, в Ассамблее возникла идея о том, что нам сегодня необходимо объединить все усилия научной общественности и в первую очередь те труды и те работы, о которых Нурлан Арбасанович говорил, «Которые дают нам почву для развития толерантности и объединения и сохранения тех традиций дружбы, уважительного отношения к старшим, истонической памяти и что это имело место, безусловно, в этих работах». Затем у нас возникла идея обратиться в Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества в Москву с этой идеей. И я хочу сказать, что в начале, когда, значит, зампредседателя Ассамблеи и ученые приехали в фонд, ну, не сказать бы, чтобы отказ, но несколько удивлений, зачем Ассамблееву расшить прошлое и заниматься этим аспектом. Через некоторое время, когда они на своем совете обсудили нашу идею создать вот этот международный проект, который, к счастью, именно благодаря усилиям казахстанцев он развивается и, я так думаю, что будет сохранен еще на долгие века, потому что это есть тоже своего рода память. Он был поддержан, и впервые мы постарались реализовать его. И, как сегодня наши спикеры говорили, то, в первую очередь, эта идея была не только поддержана, но и, наверное, та политика главы государства, которая позволила нам найти возможность для таких поисков. Это кто занимается этой работой, вот такая колоссальная поддержка на самом высоком уровне государства, это очень важно. Начинали вот с такого проекта, который сегодня поддерживается на региональном уровне, и самое главное, что она поддерживается общественностью. Без общественности, конечно же, этот проект был половинчатым или носил чисто академический характер. Спасибо. Кирилл Суцарах. Я говорю, Нурлан Дулатпекске. Я говорю, Ваисова. Жылдан жылға жаңа мағынаға евопиатқан жоуаларыңызға жастардың қызылышылығы мен оларды қампул мәселесі шыңдай тіпірсеңіз. Біз бұл тақырыпты те, қаны, өзіміз ғана шығылдан байс, ол жастарында шығылданғанын өті қажеттеп ойлаймыз. Бүгін, мысал, қарағанды қаласында қалқаралық жағы сайыс болып жатыр. Ол бүкіл бізің бос-кенгестік немелекеттерден келген баллардың шығармашылыға ғосы тақырып бойынша. Оған үш жүз елуге жоқ шығарма жазылды, бүніс оның бүгін нәтижесін күтеміз. Сонымен қоса, бұл жобаларға біз шекелдік студенттерді қатыстыр бұтырмыз. Қазір Румыния және Малдавия мен бірге жұмыс жасап, соларын жағы біздің Қазақстанда болған Румын әскерлерін тұтқындарын зерттеу, тек қыны қара Қазақстандық студенттер ғаныме, сонымен қоса, жағы Малдавияның студенттері. Біз соларын сұрттарынан қара бұтырып, олары авторлық өздері болады, авторлары, біз соларға ғылым екенес бері өтіріп, ең алды менен тек қанажаға сол кітап шығады, сонымен қоса, біз студенттердің арасындағы қарым қатынас, бір-бір мен ел арасындағы байланысты нұғайтықымыз келеді. Бір қуантатыны қазіргі балылардың жасты өспірінердің арасында осы тақырыпқа үлкен қызығы жылық туыдыруы, және ол біз үшін өті Құлғ pocoнын жылы ғипы жылы қазір мағы қайрып қайдыялы қайда қызығы Рахмет, у меня один вопрос Тамаре Ивановне. Что паимда ноғана женскую общественность к участию в данном проекте АНГА? Ну я уже сказала, что только па веленью души и сердце мы влелись в этот проект. Никто нас не заставлял, никаких указов не было, Мы общественное объединение, но уже теперь уверены, что мы будем участвовать в нём, потому что интересно знать всё, что было, интересно посетить все места. Мы даже и детей с собой иногда берём на эти выезды. Ассамблея открыта всегда для инициатив, в общем-то, и предложений, и поэтому вот когда мы въявили это желание, то нас поддержали. Большое спасибо. Будут ли ещё вопросы? Да, пожалуйста. Наталья Павловна хотела спросить, по линии АНК, кроме мероприятий, которые пройдёт ПКО, в каких регионах, какие ещё мероприятия планируются? Спасибо большое. Как правило, АНК инициирует все мероприятия в эти дни во всех регионах. И я ещё раз повторяю, вот сегодня говорили, что для этого инициатива исходит снизу. Поэтому митинги, посвящённые памяти жертв политических репрессий, последствия голодомора, депортации пройдут во всех областных центрах. В этом году, наверное, тоже важно, что в этом проекте нас поддержали руководители культов. И во всех, значит, мечетях, значит, соборах будут поминальные службы абсолютно проведены. И об этом сами выразили своё желание руководители конфессий. Наверное, это очень важно. И, как правило, значит, все библиотечные сети задействованы. Мы в прошлый раз с вами говорили, что, значит, во всех областных центрах нашей библиотеки имеется, значит, депозитарий Ассамблеи народа Казахстана, где будут соответствующие мероприятия. И вы абсолютно правы задавая этот вопрос, что сегодня во все эти мероприятия, безусловно, нужно вовлекать молодёжь. Молодёжь, чтобы шла в исследование нашей истории. Молодёжь, которая посредством изучения объективной, правдивых, ну, будем так говорить, фактов, была или формировалась у них то чувство патриотизма, которое ещё раз подчёркивало, что я гражданин Республики Казахстан, и все те, значит, инициативы, традиции, которые здесь зарождены, делают меня активным и причастным к тем делам, которые сегодня проводятся в Казахстане. Поэтому, значит, для нас очень чрезвычайно важно, что вот мы сейчас видим, что в семей, и в своих учебных заведениях, наук, проектов по линии, значит, Комитета науки Министерства образования, они реализуются повсеместно. И сегодня вот воочий пример Нурлан Арнбасарыч со своей командой, которые в инициативном порядке проводят эти исследования. Я бы хотела сказать, вот мы сегодня до того, как прийти на брифинг, мы обменялись тем, что, значит, причастность к этим исследованиям делает нас чище, гуманнее, и это прикосновение к этой истории и возможности рассказать её поколениям, это очень ответственная и важная миссия, и мы этим занимаемся. Спасибо. Спасибо. Я напомню то, что по средствам видеоконференц-связи к нам подключены также регионы страны. Хотел бы спросить, регионы будут ли у вас вопросы? Здравствуйте. Вопросы в Северо-Казахстанской области. Пожалуйста. Наталья Павловна, есть ли у вас информация о том, как чтят память шерстополитических репрессий в постсоветских государствах и в государствах дальнего зарубежья? Спасибо. Спасибо огромное. Значит, ну, соответствующими указами в некоторых государствах такие дни учреждены. Есть интересный пример в Узбекистане, где создан специальный архив жертв политических репрессий. Большущая работа, я не побоюсь этого слова, проводится в Белоруссии в эти дни, когда они отмечают День памяти шерстополитических репрессий во главе с уникальной, удивительной женщиной, которая сегодня жива и проводит огромную большую работу, которая в тяжелейшее время красавицей. Это, значит, Майя Клешторная. Она отбывала наказание в Алжире. И следует сказать, что, когда она сюда приехала, то она увидела тех подруг, когда еще в детстве, здесь находясь, они находились в детском лагере. Это, значит, замечательные наши женщины, которые вместе с другими отбывали доказания. То есть сама Майя Клешторная, она в Белоруссии возглавила это движение «Память». В России, вот сегодня называли, Москва, Санкт-Петербург, у них есть и общественные движения «Память», которые проводят большую работу по сбору материалов, то, что касается дальнего зарубежья, мне бы хотелось назвать несколько стран, вот Израиль, где периодически приезжают представители масс-медиа в Казахстан, создают специальные фильмы, поскольку, наверное, очень большие корни связывают с Казахстаном. И, к примеру, вот я говорила о Германии, где налажено производство курта. И, значит, та женщина, которая отбывала наказание, как жена изменника родины в Алжире, она помнит тот оживительный продукт, который спас многих женщин и их детей в тот период, когда невозможно было, значит, получить дополнительный кусок хлеба, и, значит, местное население, дети под огромным, будем так говорить, боязнью, ответственностью, что могут быть распознаны в поддержке врагов народа, они разбрасывали этот курт, и одна из них, которая написала эту поэму, она подняла и увидела, что это не камни, а это оживительный продукт. И такие акции были довольно-таки часто, и это послужило тем спасением, и вы сами понимаете, что это не только была опасность, это какой душой надо было обладать, чтобы поддержать тех, которым было очень трудно. Мне кажется, это особая ментальность казахов, особая толерантность. И вот к тем или иным образом, в том или ином государстве, вот такая дань уважения существует, и пусть это не будут какие-то дни отмечены специально, но есть тот огромный порыв, желание быть благодарным государству, где они были в самые трудные минуты поддержаны. Спасибо. Будут ли еще вопросы с регионом? Если вопросов больше нет, на этом мы завершаем наш брифинг. Хотелось бы еще раз поблагодарить наших гостей за участие, и также всех пришедших мы благодарим, и ожидаем вас на следующем брифинге, который состоится в 16.30. Спасибо. Спасибо.